В этом году молодежный сериал «Черная жемчужина» отмечает 26 лет. Первый показ в России начался 1 июня 1998 и продлился аж до 18 марта 1999. Показывали сериал по РЕН-ТВ. И с 17 февраля по 7 декабря 2000 года повторили показ по РТР. Главную героиню сериала сыграла Андрея Дельбока. Настоящей популярности Андрея добилась уже в начале 90-х. Для большинства аргентинцев дива латиноамериканских телесериалов – это не просто талантливая актриса, а также заботливая мать и преданная дочь. В последнее время многие ее поклонники все чаще задаются вопросом – куда же исчезла обожаемая Андрея Дельбока? В действительности актриса так же, как и раньше, продолжает сниматься. Просто сегодня ее популярность уже не настолько велика. На время рождения дочки в 2000 году она прекращала актерскую деятельность, а когда дочери исполнилось 3 месяца, актриса продолжила работу сериала. В 2013 году вышел последний сериал с участием актрисы. Будет ли сниматься Андрея дальше – время покажет. Общей сложности в ее фильмографии – более 30 сериалов. В этом году актрисе исполнилось 54 года. Любимый мужчина по сериалу у Андрея Дельбока и по жизни прекрасный друг – это Габриэль Карада. Габриэль мечтал не только об актерской профессии, но и о большой дружной семье. В марте 1989 года он оформил отношения с любимой женщиной по имени Кастанца Фераут. Несмотря на свой преуспевающий бизнес, она родила троих детей и посвятила себя семье. Карада не планирует в будущем уходить на пенсию. Когда же это все-таки случится, актер мечтает поселиться где-нибудь в Аргентине или Сицилии и, наконец-то, начать уделять своим детям, если уж на то пошло внукам, столько времени, сколько они заслуживают. Продолжает актер активно сниматься в сериала. За его спиной более 40 картин. В этом году мачо исполнится 59 лет. Аргентинский актер Нарберто Диас. Актер страдал от болезни в желудке, перенес операцию по удалению грыжи, но, к сожалению, скончался в 2010 году в возрасте 58 лет. За спиной актера 33 киноработы. Наш любимый и несравненный Факунда Арана, который является символом конца 90-х. В этом году актеру исполнилось 47 лет. Факунда принимал и принимает участие в съемках многочисленных телевизионных сериалов и фильмов. Знаменит в России по трем сериалам. Черная жемчужина и цыганка в паре с Андрея Дельбока и Дикий ангел в паре с Натальей Аррера. Но именно после ленты Дикий ангел его сопровождает признание и любовь не только аргентинских зрителей, но и поклонников со всего мира. Факунда – преданный муж и отец, у него трое прекрасных детей. До сих пор активно снимается за спиной более 30 кинопроектов. И, наконец, главная злодейка сериала – Милли Стегман. В этом году актрисе исполнился 51 год. Милли – это только в титрах. Все ее называют полным именем Милагрос. По обычной жизни она удивительно скромный человек, очень добрый и даже застенчивый, не любит быть на виду. Но никогда не отказывает своим поклонникам, чтобы подписать автограф. Правда, теперь от кино она отдалилась ради помощи в религиозных и церковных проектах, помогая церкви и нуждающимся. Снялась в 14 сериалах и закончила кинокарьеру в 2006 году.